Когда эксцесс мигает... Вот это. Да. Давай. Можно сюда положить? Можно. Значит, мы должны, мы тоже должны, мы собираемся записать для двух сайтов, Home Cinema и КБ Берилёва. А Home Cinema, ну это известно, что мы занимаемся. А КБ Берилёва, это как-то, что построится новое, вот такое решение для бизнеса. То есть есть архитектор, дизайнеры, вы, которые себе представляют, как это должно быть. Все встречаются на планёрках, что-то машут руками. А Home Cinema, это фирма, которая это всё фиксирует. Куда стекается вся информация от смежников, и мы в целом видим инженерно, что происходит. Ну, что это даёт, это то, что всё быстро, слаженно работает. Ну, так я хотела про это сказать. Да. И экономия времени, ну, соответственно, и денег, потому что всё под учётом. И ничего из того, что мы решили, не ускорзмёт, не будет висячих кабелей, и всё будет проводить. Хорошо, мне как об этом сказать? Что мне сказать, скажи. Ну, вообще-то, когда мы познакомились с тестером. Да, я хотела сказать, что знаю тебя и пользуюсь услугами твоей фирмы уже, я посчитала, знаешь сколько, уже 15 лет или даже чуть больше. Может, точно надо делать музыку, нам мешать. Да. Сделать лёгкость. Ну, мы лучше задать все звука, если... Да, конечно, мы что-то подошли. Вот. Что знаю тебя больше 15 лет. Да, можно точно делать. И познакомились мы, когда я устанавливала первую спутниковую антенну у себя, я вспомнила, это я вышла второй раз замуж на Подвысоцкого, ты помнишь на Подвысоцкого мы первый раз встретились с тобой? А вот это я не помню, я больше помню уже Барбюса. Нет, ты Барбюса помнишь. А потом, это ж тебя, видно, муж мой нашёл, вот, а потом я иду по улице на Лесю Украинке, ты не помнишь? И ты идёшь мимо меня, а я уже переехала на Барбюса. Вот. И я пью за тобой, кричу, Валик, Валик, ты оглядываешься, так смотришь на меня. А я говорю, ты меня помнишь? Я говорю, устанавливала спутниковую антенну на стороне Водницкой, мне теперь нужна антенна в другом месте. Ты говоришь, ну вопросов нет, и даёшь мне визиточку, я её долгое время хранила, такая бумажная была. Визиточка просто, да. И всё, и мы как начали. Барбюса. После Барбюса у нас что было? Большая Житомерская. Согласен? После Большой Житомерская, Красноармейская ещё. После Красноармейская эта квартира, и до этого была Скорнова Дницкая, 5 адресов, по которым ты меня обслуживал, я посчитала. И это уже больше 15 лет. Мне не было 30 лет, мне было 28 или 29, когда мы с тобой познакомились, а мне исполнилось сейчас 45. Ты понимаешь вообще? Ты понимаешь? Ну, я когда начала считать дома, мне стало страшно, я думаю, что я уже старая. Единственное, я подумала, что ты ещё до сих пор без детей, например, за 15 лет. Я не помню, это Москве. Есть там в Москве взрослых, да? Ну, 12 лет. Короче, надо что-то на каждую рассказывать. Да. Да, давайте скажем, да. Что с Валиком я познакомилась и уже очень давно, и услугами его фирмы пользуюсь уже больше 15 лет. Что всегда нравилось тебе, знаешь? Никаких лишних разговоров. Все конкретно, конкретно, по плану. Никакого беспокойства для меня или какого-то дискомфорта. Ты понял, твои мальчики пришли незаметно и незаметно ушли, тихо, я спокойно могу им доверять. Ну, что очень тебе всегда ценила, это предложение рациональное, конечно, да. Ты всегда мне помогал, как бы, понять, что лучше для меня, разобраться вообще во всём, да. Потому что для меня это было сложно, ты же понимаешь, мне приходилось в это вникать. Да, да. Теперь я единственный человек дома, который разбирается со всеми пунктами, знаешь. Я уже очень многое знаю про вашу профессию, я могу и так, и так, и по пустякам тебя пытаюсь не беспокоить вообще, знаешь. Да, я стараюсь сначала сама разобраться, потом уже, когда мне если не понятно, то обращаюсь к тебе. Что нравится, что обратиться могу к тебе, в общем-то, не знаю, беспокоить тебя, конечно, иногда и в неурочное время, что могу быстренько по телефону позвонить и решить любую проблему, тоже это большой очень плюс. Вообще не было с тобой никаких проблем, очень тебя ценю и старалась всегда твои контакты не терять, ты понял, да. То есть работу твою оценим на 5. Если за 15 лет ты меня не разочаровал ни разу, значит ты, да, достойна уважения. Надеюсь, я тоже в своей профессии так же тоже держу марку. Короче, ты держишь марку однозначно, да, достойна рекламы лучшая. Что тебе еще рассказать? Сейчас скажу. Может рассказать по поводу домашних кинотеатров, что это не нужно, да? Да, сейчас подумаем, как. Пожалуйста, что послали. Просто прозвучало как Доверилёва. Угу. 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 Поэтому мы нуждались в глубоком понимании разработки этого, ты же понимаешь, ты все осуществил, вопросов нету, ты же мне еще и телевизоры заказал, нестандартные, ты же помнишь, мы этим занимались, да. Если будешь строить дом заранее, как только у нас появится проект, сразу же? Логично. Проект сейчас уже появился, я только с этой истории в стране не могу начать строить дом, Валя. Прежде чем начать строить, нужно с такой инженерной фирмой, как наша посоветоваться? Да, я с тобой планирую посчитываться и бюджет мы сделаем. Бюджет я примерно понимаю уже какой, ты уже понимаешь. Ну, я говорю, ты коробки, ты электричество, посчитай. Конечно, а это еще, ну ты понял, проект мне пока только я дернула проект из Москвы, ты понял, дома, но он мне так очень сильно понравился. А здесь мне его Петухова уже переделала под то, что я хочу, ты понял. И все, и остального пока ничего не касалось, я, ты понял. Когда вот уже только я буду знать, что я начинаю, то, конечно, я обращусь к тебе. Прикол, что есть такие вещи, которые тебе, ну, это еще не понятно, но они не нужно знать, но они необходимы, чтобы проектировать заранее. Такие простые вещи, как выходы, коммуникации с фундаментами. Я без тебя не начну, чтобы ты понимал. Ты что? Уже когда заливают бетон, уже там наши специалисты какие-то закладные трубы делают, чтобы потом не делать алмазную резку бетона. Я без тебя не начну по-любому. Во-первых, будет строить Валера по-любому. То есть мы уже все, ты понял, у нас все схвачено. Я без тебя не начну. Сначала я проект покажу тебе, конечно. Я тебе покажу, ты внесешь свои коррективы, какие там нужно, мы договоримся, с какого момента ты заходишь туда, и все. Какие-то энергосберегающие технологии надо применить. Конечно. У нас надо сделать, да, изучим руина, изучим руина, да, и мне что-то надо будет такое конкретное решить по этому дому. Уже бассейн будет подогрев. Бассейн будет 100% и закрытый бассейн. То есть там масса нюансов будет. У нас куча работы с тобой впереди. Я же тебе говорю, если бы не эта ситуация в стране, я бы уже давно начала. Я собиралась начать позапрошлым летом. Понимаешь? Геодезию уже сделали. Да, геодезию сделали. Они уже выезжали, все уже сделали. То есть мы знаем, как и что нам нужно. У нас просто соседи, сосед, мы его хорошо знаем. Да, там все соседи наши друганы. Да, мы будем присоединяться. И мы его хорошо было, циркуляция. Конечно. Там все живут, одни наши друзья вокруг. Ты понял? Это на Сокарках. Мы там, как бы, зацепили такое место намытый этот остров. Ты понял? За третим шлюзом? Да, это за третим шлюзом. Мы туда залезли. Там, где Вакслав живет. Ну, владелец Сокарков полностью. А, ты его не знаешь? Кто землю продает? Он сам заказывает, что это еще Вакслав. Вакслав там вот это шумно. И мы рядом с ним там все-все-все друганы. И мы там будем тоже. То есть, мы сходим и к ним, посоветуемся, что и как. Они там уже прожили несколько лет, ты понимаешь? Они уже кое-что там, кое-что, на чем собаку съели. Ты понял? У них, оказывается, их там подтапливают весной. В подвальчике. Ха-ха. Лучше, чтобы мало даже не делать. Там лучше их не делать. А если их делать, то надо сразу эту специальную помпу устанавливать. Конечно. Лучше поверху и расползтись по участку. Может быть. Может быть. Согласна. Там масса нюансов. И надо строить набережную хорошую. Ты понял? Вообще. Укрепляющую вообще. Там масса нюансов. Ну, Валера знает, масса нюансов. Так что у нас еще впереди кусок работы. И мы обязательно обратимся, да. Что по поводу ситуации в стране? Что тебя интересует? Ну что, конкретный вопрос, конкретный ответ вам, да. Вы не думаете отсюда уехать? Нет, Валечек, не поеду, потому что по причине того, что я знаю, что такое за границей, а у меня был вид на жительство. У меня был вид на жительство. То есть для меня это закрытая область. Закрытая, я помню. Для меня как для стоматолога вообще. А я уже совершила сумасшедшую карьеру как бы для себя сама. Причем собственной головой. Ты понимаешь? Стоматология. Это не то, что там знаешь... Да. Не то, что там мама, папа за меня или кто-то меня там потолкал. Я все сделала сама. Понимаешь? Я никогда больше... Ну, достичь такого же уровня там, это вообще невозможно. Ну, как бы просто реализация, реализация. Это да, вообще. Он просто... Я беру и свои, будем так говорить, 20 лет закапываю. Понимаешь? Просто вот так беру яму, выкапала и бросила туда. Никогда не будет отношения. Меня возьмут с радостью везде. Будут целовать меня и в руки, и в ноги. Понесут меня на руках и предложат мне любые деньги за нелегал. А нелегально я работать не буду. Ты понял? Ну, у меня не тот уровень, чтобы нелегально работать и делать, понимаешь? Как идиот. Да. А добиться легального положения... Ну, например, проще всего это было бы, конечно, сделать в Германии, наверное. Потому что в Америке вообще груст и тоска. Ну, это минимум шестер. Там защищать нужны свои деньги? Все, надо. Все по новой вообще. Ты понял? Надо все изучить, все курсы закончить, язык выучить в совершенстве немецкий для меня. Почему таракань? А в Америке это вообще нереально. Ну, это надо минимум еще лет десять. Ну, куда мне? Десять лет. Десять плюс лет и мне пятьдесят шесть. И что потом? Пять лет поработать и пойти на пенсию, понимаешь, уже минимум лунки. То есть для меня это отрезано, понимаешь? Муж, с другой стороны, ты же понимаешь, он львовянин, патриот, понимаешь? Он еще работник службы, кто его куда выпустит? Ты же понимаешь? Это ему надо или ехать, продавать все, что он знает. Ты понял? Ну, как немало он знает, но это, ну, я вообще не так сказала этого, ты понял. То есть это такая жесткая эмиграция. Ну, еще один момент есть такой. Мои дети никогда там не станут на равных с остальными. Ты понимаешь? А, это меня убивает. У меня здесь больше возможности дать, понимаешь? Гораза. У меня уже пациенты, друзья очень многие уже поехали, уже приехали к нам уже рассказать. Политика там государства, ну, адекватно. Вообще очень люди доброжелательные, ну, как все островные государства, ты понял. Ну, те, кто на острове живет, хорошая погода, рыба есть, ты понял. Они совсем другие. И очень хорошо относятся. Они, правда, они поехали, им было где-то по 30 с лишним получается. Они приехали, там чуть-чуть кое-что проучились. Он бизнес-школу какую-то взял, ты понял, года на два. А она там что-то, она была парикмахер, пошла куда-то там в парикмахерская. Короче, они быстренько это освоили, начали, я хочу тебе сказать, работать. Очень довольны. Купили дом с двумя спальнями под Сиднеем, 7 километров. Такие городки, ты понял, вот эти сателлиты вокруг Сиднея. 200 тысяч долларов, вот так, на берегу океана. Пожалуйста, выходи там, ты понял, да, и купайся. Ну, сколько спалили? Две спальни, ну, две спальни там, да, хорошенький домик. Красиво, но, единственное, домики у них все эти, ты понял? Ну, да. Ну, им какая разница там, да, все время хорошая погода. А от Австралии они, конечно, в шоке, в каком плане? Природа, говорят, такая, что просто до речи пропадает, ты понял, да, да. Как ты ходит с колокольчиками, знаешь, на шее? А зачем? Зачем? Ну, подумай. Это ты на машину. Чтобы... Ну, их слышали. Но кто? Да. А животные дети? Чтобы они на них не охотились? Птички. Чтобы слышали. Птички, чтобы прилились от них. Потому что у них очень оказывается богатый птичий мир в Австралии, ты понял? Очень много этих всяких разновидностей попугая, каких-то там необычных. все практически занесены в красную книгу. Короче, котам всем привязали колокольчики, чтобы не ловили птиц. Представляешь? Вообще такой прикол. Давайте скажем, да, что-то по дому, да, да. Мы будем собираться строить дом и обратимся, типа, да. В планах у меня строить дом. Проект такой глобальный, хочу современный какой-то, энергоэкономный там. То есть я собираюсь в этом доме встретить старость, да, оставить детям все остальное здесь и выехать за город. Поэтому в любом случае обращусь к тебе. К Бирюлеву, да, теперь для меня мое место, ты понимаешь, я знаю, там мне всегда помогут, окажут мне услуги, подскажут, делают быстро, оперативно. Оперативность твоя тоже меня вдохновляет очень сильно. Я радуюсь, когда нахожу людей, которые умеют так работать, ты понял, да? Ну, так относятся к своей работе. У нас в стране таких мало. Даже несмотря на то, платишь ты деньги, не платишь деньги, какие суммы ты платишь. Есть люди, которые просто не выполняют того, что ты просишь от них. Не оказывают достаточного сервиса. К вашему сервису претензий нет. К качеству тоже. Все сделано качественно, все хорошо. Ну, нет у меня с тобой проблем. Хорошей любви тебя. Поэтому не отказалась и память. Другому бы отказалась. У меня всегда был вопрос. Куда вы одеваете вырванные зубы клиентов? Мы? Ну, самое интересное я оставляю. Я собираю. У меня ожерелье. Ожерелье, да. Мы с этой целью собираемся. Так я тебе покажу, какие есть и закачаюсь. Такие уникальные. Я собираю их. Забираю чисто из интереса. Сейчас покажу тебе. Оно вот, например. У меня такой нагляд. Опа. А, нет. Белый. Не бойся. Это пероксидия. Оно отбеленное. Да. Оно все чисто. Идеальное. Оно. Видишь? Посмотрите. Кормит. Ага. Как сложно было выглядеть. Вот. Это вообще горолок. Ты понимаешь? Вытащить такое, чтобы он попадал. А, вот. Смотри. Вообще, позавтра начала. Там полоската облажив. Посмотри. Ага. Посмотри, какой растет вообще. Это что-то ему мешало? Это аномалия, да. Что-то ему не позволяло выроградить. Ой. Ну, что-то сплошная. это же мы их сохраним. Так что если вам надо будет, посмотрите какие-то красавцы. Для съемок? Ну вообще это уникальная коллекция, чтобы вы понимали. Да, на секундочку, масштаб коллекции. Да, да, ну посмотри сколько у меня их. Рост и просто какая-то вообще коровая. Какие красивые, смотри. Возумная идея, возумная идея. Да, да, я всегда. А мне дети, смотрите, что рисуют. Ну я их не прошу об этом, да? Хорошо, я как они меня изображают. Сейчас вам покажу. Я специально сохранила для приколочек. Боже, дайся положу одну. Ну вот я, например, в виде Бэтмена. А сейчас я сейчас покажу вам какая-то зубная ферма. Опа, посмотри. Вот они меня нарисовали. Палочка такая у меня милая, да? Волшебный меч. Да, да, приносят мне, да, это. Волшебный меч. Браслеты мне вяжут, рисуют. Батюна, покажите, пожалуйста, еще. Да, да. Вот так они мне решили. Елена Николаевна. Не, ну не так хорошо. Мне это здорово, да? Да, они меня любят. А что ж, когда же хорошо достанет наше восприятие? Да, да. хочу вам рассказать что говорят американцы я дружу с аналитиком американским он проработал в посольстве очень долго 7 лет очень любит украина он звонит три дни мои к хана моя украина и в марте всех загрузили в самолет частный и увезли аналитиков отсюда в марте я так понимаю переживали что с ними что-то может случиться во вторых во вторых им дали 14 14 да они улетели в четырнадцатом году все но им дали большое задание так как он был такой болтун слегка да но он любит и рассказывает всю правду марта на конче рассказывать марта но при всем мы поехали на рашу у нас задание изучить все как бы и спектры экономики все разделы где и что надо подкопать чтобы быстро все и поехали поехали короче почти он и американские в россии они поехали как видим у меня по-видимому как сотрудники посольств там но поехали с этой целью ты понял да он позвонил в мае месяце и сказал вторжение 22 августа и положил трубку он так звонит мне периодически здрасте не говорит и только сообщает информацию потом позвонил в июне сказал что в августе он приедет будет проездом через киев потому что у него здесь машина оставалась и кое-что из имуществом картин очень много покупал забрать ему нужно было ты понял и короче он заехал пробовал здесь несколько дней сказал почему-то мы бы за вас мазу тянули до конца но ваши же вас и сливают вот такой был ответ и он сказал что вопрос дениска и луганской области решен еще тогда что ее с нами не будет однозначно да да не будет короче сказал это решено уже и все и обратно отсчета не будет но все мы от них отсоединяемся а сейчас он позвонил последний раз сказал заведем к вам военных человечков и получите оружие скоро и все это уже так же не бойтесь типа мы вас не бросим сказал в любом случае да не ссыте сказал так не ссыте потому что у меня уже как бы ты же понимаешь обама настроен тут у нас ты же понимаешь обама нас сливает в полный рост вообще черная обезьяна это мы уже блин маты днем ты не за степой на нему блин но путин ему видно что-то поменьше рассказывал обещала ну где-то черный найдет миллиард долларов а путину миллиарда понимаешь говно вопрос на сегодняшний день его состояние больше 400 миллиардов понимаешь о чем вообще говорить он лично из своему кармана может оплатить всех понимаешь ситуация перевернулась в его сторону душа обама нас сливает это стопудово но сейчас конгресс видишь взяли его за горло всего республиканцы ну следующие на посту америки это республиканцы нам бы вот этот день простоять и ночь продержаться если мы дождемся республиканцев а нам осталось это конец шестнадцатого года то все можем отдыхать из конца шестнадцатого точно будет все в порядке я тебе обещаю а сейчас надо это все преодолеть но я так понимаю у нас процесс соцсоединения донецка луганска сейчас произойдет не знаю что с крыма вот мне интересно что они решили понимаешь что навсегда бай да да навсегда бай я так понимаю вот и ну сказал понимаешь сейчас если может у нас деньги вложат все-таки реально не просто деньги нам дадут на погашение кредитов понимаешь но пока и все эти 16 ядов которые они обещают это все погашение кредитов их лучше мы не сорвали с ними долговые это поняла бежать вода и дефолта не было а на рынок думайся попадет всего лишь два ярда на валюту и все это ничего для нас в этой ситуации то есть они все-таки будут вкладывать на сборку да да то есть то потом он будет жалко нас терять то есть они так будут до конца тяну понимаешь что съяжку когда они максимально замажутся все-таки под нас но и видишь и не хотят же с этим идиотом уссориться с путиным бояться не его понимаешь реально это понимаем дурачок уже в кулуарах паровина прочесал сказал мне так говорит а он говорит так шоу кулуарах он сказал дословно это он не сказал весной но при разговорах не конфиденциально понимаешь когда не пишет он сказал значит так это маню и вы лезете ко мне на мою территорию все это моё было есть и будет моё я же вам свои ваши не лезут типа ливия афганистан и я же типа не трогаю давайте он предлагает обами вот так вот разделимся и все а шо он сейчас мы сейчас вынуждают у баба маме не смысла за переговоры понял его это европа не интересует вообще шоему мерки в мельке давно его аланг его и он там меток понимаю как и везде по всему миру они участвуют ты же понимаешь в любом случае ядерный бойгалубку бросить туда по германии он и может похоронить ее карьеру на секунду это понимать поэтому она она ссс и ты понимаешь и он пытается вынудить обаму сенсы за стол переговора поэтому они все время толкают эту мульку что это на вот это американский проект может ты понимал это не является американским проектом американцы конечно в этом участвует как и везде по всему миру они участвуют ты же понимаешь в любой стране они участвуют просто здесь уже ситуация достигла там с 2004 года до 14 нужно и ты поняла уровня вот они воспользовались этим но это не сценарий к сожалению если был бы сценарий построил чтобы вести чрезвычайное положение вести войск кассе я понимаешь как я ходила я была 24 уступа до 13 года я уже была на майдане еще до того как все это началось и чувствовала полностью настроение людей которые туда пришли полностью вообще почему они пришли зачем 24 ноября 13 года я первый раз когда помнишь тут когда-то когда когда этот не подписал черт ассоциации я уже 10 вечера я не это было уже днем я была днем стёпа не хотел со мной идти говорил я не с тобой он же это она верит всех документу и на майдане всех документу и а я уже кричала шла и кричала огоньба ты вообще понимаешь да он притерился на тротуаре чтоб со мной ничего не случилось ты понял он с детьми типа я шла кричала уже гоньба и все и кричала что я с этим не смирюсь никогда ты понял и все и смерть фашистским оккупантом это было воскресенье когда вышли уже с ленточками с флагами евросоюза то перед разгоном было сразу ты помнишь на вот и я ты знаешь судя по настроениям людей одно было я все хотели только его спихнуть я не достался ты понял это уже был видимо пик люди изначально вышли не перед не власть ты понял перевернуть и никак не этого хотели хотели просто чтобы дать я иногда или подписал или блин свалил нафиг потому что обещал перед этим два года понимаешь я не хочу об этом говорить по причине чего эти расскажу это невозможно потому что у нас это много миллиона чиновников вступление в европу это плюс 15 лет валить мы не говорим пока мы пока меняем меняем вектор развития узнаешь стоял иванушка дурачок на перепуте одна дорога направо пойдет что налево то прямо так и вот мы стояли стояли на этом перепуте и все думали куда нам повернуть понимаешь с тем идиотом нам конечно было не по пути потому что тот вот так уже растащил все ну типа говорит примерно посчитали на 40 ярко за эти будут присвоил но нифига себе понимаешь это же масштабы понимаешь дальше мы с ним про выжить не смогли бы но никак вообще петля да уже так он знал он и тянул к ней но послушай они же зачем-то план по захвату крыма уже шесть лет назад почему-то разрабатывали хочу не разрабатываешь просто так они его разрабатывали нет конечно понимаешь значит такой сценарий планировать по судя по всему это ушел он рассказывает и того что я все прочитала и проанализировала то есть сливание украины я так понимаю предполагалось где-то спустя еще вот ну два года от момента того что случилось ты понял где-то то есть я так понимаю вообще собирался валить а украина просто дать уже путину то есть это понимал подразумевался возврат в этот евразийский союз но под видом типа евразийский союз а на самом деле ты понял возврата в исконная луна я сразу не буду никогда я когда это не подписал ассоциацию меня аж клеманула то есть я понимала что выбор у нас или туда или сюда ты понял когда услышал что этот ассоциации не подписывая естественно понимала подразумевала что он вступает в этот союз евразийский ну все ну совок опять я тебе расскажу да я уже себе сидела на чемоданах вот тогда бы я покинула бы точно страну эти расскажи поехала в польшу я далеко бы не поехала конечно меня в польше все схвачено диплом признан ты понял сейчас посмотрим это да так что ты понимаешь на 4 11 13 40 ну вот я уже да 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 что вам что еще что еще не сказать что еще что еще что еще честно вот такой вопрос как не ответишь что для меня честность честно для меня это не просто не врать но говорить все что думаешь промолчать для меня это тоже нечестно понимаешь вот такая вот эта она очень-очень редко могу промолчать это только касается моей мамы 75-летней ты понял да да чтобы не нервировать ее там да но все равно моя мама знает обо мне все вплоть до того что я например могу попробую например могу я могу сделать это при вот так вот настолько я честно она вообще у меня был бывший секретарь парк организации 20 лет вообще это ужас она начальником была она руководила десятью ну так она но я благодаря своей честности конечно набила кучу шишек ты поняла даже люди вообще этого не понимали очень многие меня вообще не воспринимали считали что это сумасшедшая но это для меня был принципиальные вопросы поэтому детей я ты понял я из маленького только они начали меня понимать понимать я начала объяснять что такое ложь и правда и говорили повторяю все время одно и то же как бы не тяжело было произнести правду не надо произнести понимаешь да в любом случае даже если тебе это грозит я не знаю чем катастрофа я ну мама всегда была противница этого она говорила что я сумасшедшая степка знаешь что нельзя так жить надо быть хитрее хитрее изворотливее ушли а я всегда была другая и говорила не буду никогда так жить никогда никогда вот по причине того что мне не комфортно самой собой будет ты понимаешь да у меня не гармонично когда я вот такая какая я есть ты понимаешь а подстраиваться что-то исполнять никогда не буду поэтому ты понимаешь три брака ты понимаешь да почему да все предыдущие но это было три официальных там три неофициальных но все заканчивались очень быстро до года потому что я очень быстро выясняла расставляла точки все надо пойми я понимала мне не по пути с этим человеком или те люди понимали нам не по пути с ней потому что с ней очень сложно ты знаешь как со мной сложно жить да вот потому что у меня все я я не промолчу да значит мудрая женщина она молчит у меня можно назвать в этом отношении полностью не мудро это понял да вот то есть честность для меня это очень принципиально очень очень это один из главных вопросов почему потому что я считаю каждый человек который врет окружает себя ты понимаешь определенной энергетикой которая я себя окружать не хочу точно никак вообще понимаешь это люди которые все время забывают о чем-то что они врали понимаешь с ними не интересно для меня потому что я очень наблюдательная очень хорошо слушаю и запоминаю да когда человека ловлю на вранье уже сразу к нему теряю интерес он еще этого не знает сидит со мной разговаривает знаешь улыбается а я уже его для меня уже нету ты понял я ему уже вытерла из своей страничке причем кто бы это ни был даже ну вот у меня такая история была на день рождения знаешь однажды малого не приехала моя подруга она была его крестная матерью знаешь ну и под предлогом того что она делает балкон там стеклет в этот день почему непонятно я ее за месяц до этого предупредила да а через два дня мне там одна девочка рассказала что она ее видела в этот день возле оперного театра с ухажером знаешь мне без разницы вообще с ухажером она не с ухажером она бы просто мне сказала лена у меня там вот так и так сложилось не надо и все и вообще не было я никогда не создаю людям претендента какого-то не делаем горловую для того что мне нужно но вот уж она соврала все она для меня представляешь после 10 лет дружбы просто исчезло да я уже все я не смогу я не могу с этим человеком общаться то есть я же говорю может быть я конечно и перебарчиваю в этом отношении ну вот и вот так у меня представляешь как мне сложно сейчас сейчас их двое это мои дети нет никому важнее важнее однозначно я ему это все время даже у него иллюзий не было на эту тему был мужчина в моей жизни которая да можно назвать учителем он был очень плохой отрицательный но он меня научил очень важным вещам мы общаемся семь лет назад начали общаться у меня нашел мы очень хорошие друзья теперь и все 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 и я ему часто говорю спасибо за это по какой причине он научил меня любить себя и уважать однозначно после него я понял что так нельзя надо к себе по-другому относиться и по и с изменением отношения к себе изменилось тоже понимаешь к лучшему моя жизнь чтобы какой-то совет молодым людям вступает жизнь девочкам всем девочкам всем девочкам вообще до желаю не зацикливаться на семейной жизни не считать что их предназначение только стать матерью и там женой желаю реализоваться потому что вы знаете как как вам то что развиваться нужно во всех направлениях не надо выбирать никогда одну понимаешь надо стараться успевать все и это и это и это моя семья не страдает от этого нужно говорить что я лагерна я всегда его встречаю такого нету чтобы он мне чего-то не рассказал я такой друган я закрою любовь понял и лошадь остановлю нас какой в горячую езду и он это знает прекрасно что я закрою все вопросы он может на меня положиться пол вообще ты понял я такая взрослая девочка могу и по башке дать если надо ты понял если ситуация того требует но женщина становится неинтересно мужчине если она занимается только дома на семье это неизбежно то есть вот когда у нее есть еще что-то не обязательно это должна быть работа в том смысле ты понял для зарабатывания денег это может быть какое-то то есть подруги для меня например 15 лет сидения дома это катастрофа вали это вообще это тройки нет это не просто для мужей это неинтересно для всех остальных даже ты понял но у меня даже дружба сошла со мной именно нет ну потому что ну что ты о чем звоните поставила ли она клизму сегодня ребенку своему или еще что-то все больше нечем говорить они от сидения дома ты понял видимо все время ну как бы лень она захватывает ты понял да она все заворачивает перестает интересоваться всем не интересует казалось бы там есть свободное время я там у меня полчаса свободных я там или книжку прочитала или газету прочитала или куда-то там заглянула с кем-то поговорила ну то есть я не могу у меня все время движение в жизни мне надо все время эту информацию ты понял я увлекаюсь очень музыкой серьезно знаешь ну я в этом отношении продвину это одно из увлечений там чтение другое там увлечение ну то есть и они сидят дома я тебе рассказываю вот они там ребенка покормила она в садик отвела все она либо спит либо сидит втыкает в телевизор все ну все так я не знаю почему так происходит но человек видимо он такая ленивая скотина ты понял когда есть повод для лени он ленится а потом все больше 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 то есть для меня например чего бы я всем желала и мальчикам и девочкам трудолюбие до заставляете себя боритесь со своей ленью понимаете нельзя себя только внутренняя дисциплина поможет выжить реально понимаешь тем более сегодня ты же знаешь всем всем очень настоятельно девушкам здесь рекомендую стать наблюдателями по жизни да что для меня это отмечает смотрите наблюдайте что происходит делайте выводы из этого смотрите за людьми это не говорят как вот я встречаю мужчину не могу в нем разобраться я говорю неправда ты просто начни за ним наблюдать подробнее и если ты умеешь анализировать то ты очень быстро поймешь это за человек точно так же как для вас знаешь каждое слово каждое движение человека его действия его рассказку это о прошлом очень о многом о нем говорит если проанализировать это реально понимаешь а тем более когда есть жизненный опыт это легко сделать я мне человек достаточно но мне еще такая работа я же ты понимаешь почти психолог через меня проходят десятки людей каждый день и мне под них надо подстраиваться чтобы они были довольны и со мной должно быть комфортно ты понимаешь да да и поэтому я учусь заходить я уже знаю примерно что меня с ним ждет веришь да я уже его вижу как бы сразу нет девочки часто нас прибудет своих мальчиков я смотрю во время не не нравится или там ну ничего давай посмотрим дальше а не были случаи вот знаешь был случай мы даже почти на сашка когда это привелась у большого мужа тогда говорит ну как тебе а время не нравится она речь и не нравится он такой тихий спокойный тихий спокойно вообще не люблю для меня это наоборот первое противопоказание а если мальчик для меня пишет стихи это все это конец уже я уже сразу разворачивайся до другой стороны эти рассказывают есть одна примета на этот счет а вот и она вышла замуж знаешь он так некрасиво с ней поступил тоже бросил вообще и мы так сидим уже спустя три года ну что не послушалась она мне тогда так обиделась знаешь ну что я понимаешь я ты своей любовью правда она подходит ко мне не нравится знаешь она так начали как стало неприятно потому что любой бы другой на моем месте сказал бы ну да ничего знаешь а я так сразу раз мне не нравится там три года спустя сидим на кухне вот это не послушалась какие вот дела если вам чего-то не хватит для нарезки то что она вырвала